Привет, просветители! Не знаю, замечали ли вы, но когда речь заходит о детях, официальную позицию партии, скажем так, можно охарактеризовать емкой фразой «Рожай, пока не лопнешь». А внизу маленькая такая приписочка «А потом рот не разевай». Вот до тех пор, пока у тебя нет ребенка, всем очень важно, чтобы он появился. Из каждого утюга рассуждают о традиционных ценностях, о радостях семейной жизни. Если что, ничего против радости семейной жизни не имею. Ребенок появляется и тут же в качестве «приятного» бонуса два момента. Во-первых, всем становится резко наплевать, как будет жить этот юный гражданин. Главное, родился. Пролайферы, узнаете себя? Конечно же не узнаете. И с какими проблемами столкнутся родители. О том, чем могут обернуться, к примеру, роды для женского организма, по-моему, вообще практически только феминистки говорят. Какие такие осложнения? Раньше вон в поле рожали. Родила, по долу тряхнула и пошла курей кормить. Еще желательно, чтобы мамаша с папашей не отсвечивали и держались со своей кровинушкой подальше от других людей. Нормальных. Вот реально, это просто как две палочки Твикс. Сначала ради-ради, потом... Че-то со своим спиногрызом сюда приперлась. Второй момент. А когда за вторым? Государству нужны детишки. При этом в каких условиях живет первый? Ну, живет же. Я думаю, мало кто будет отрицать. Ну, кроме тебя. Ты же у нас особенный. Что в нашем официальном медиапространстве давно уже царствует детоцентризм. Если необходимо протолкнуть какую-то идею, обязательно нужно заявить, что именно этот законопроект поможет защитить деток. Нет, реально, куда ни плюнь, обязательно попадешь в защитника детства. Если необходимо доказать, что кто-то или что-то... Да, я про тебя, аниме. Несет вред, проталкивай мысль. От этого страдают детишки. В поселке нет детского сада, школы, игровых площадок, дорог нормальных нет. Это деткам не мешает. Ну вот, вставьте имя нужного врага, и мы, ух, как будем бороться. В этом плане дети, да и само понятие счастливое детство, давно уже стали разменной монетой. Вспомните голосование поправка в Конституцию. Кто на всех билбордах? Правильно, не я. Дети. Почему? Вам реально нужно объяснять? Политики, чиновники, просто общественные горлопаны. Вроде меня. Без зазрения совести используют образ ребенка. Но вот если обычные люди, сами родители, пытаются привлечь внимание к серьезной проблеме и для усиления эффекта того самого общественного резонанса, рядом с матерью или отцом появляется ребенок, вот тут-то и включается прокуратура. Нельзя. Это что еще за манипуляции? Оставьте детишек в покое. Ну а пока тугосерки отдыхают, сообщение спонсора ролика. Если вы читали мою книгу, то знаете. А если не читали, у меня к вам очень много вопросов. Что я всегда придерживался мысли. Можешь сделать процесс обучения интересным, сделай. И при этом совсем не важно, учишь ты других или изучаешь что-то сам. На этой неделе я еще раз в этом убедился, когда тестировал сервис Puzzle English. Да, именно тестировал. Я сам все попробовал. Такие упражнения отлично помогают прокачать навык понимания английской речи. Мне очень понравилась краеугольная идея самостоятельности, которая стоит за всей концепцией. Ты сам решаешь, сколько ты будешь заниматься в тот или иной момент. Где будут проходить твои занятия. Приложения для iOS и Android вам в помощь. И отрывки из каких именно фильмов, сериалов и подкастов станут базой твоего занятия. На сервисе есть тариф Premium, который дает доступ ко всем материалам. Вы можете приобрести его на год, месяц или навсегда. Обычная цена вечного премиума 15 тысяч. Но специально для подписчиков моего канала Puzzle English предоставили промокод, по которому цена стала 5900. Промокод активируется автоматически по ссылке в описании. И действует это предложение до 25 апреля включительно. В казанских поселках Вишневка и Привольные родители устроили флешмоб с посланием президенту Татарстана. И активно привлекли в это действие детей. Да как они посмели? Так же никто не поступает. На видео, снятого с квадрокоптера, дети из своих тел составили слово «школа». Инициаторами этой акции были их родители, которые устали с 2012 года просить построить для их детей школу. Понимаете, уважаемые чиновники, после того, как ребенок появляется на свет, нужно не сразу же в роддом за вторым бежать. Хотя это было бы идеально, тут даже не спорю. А удостовериться, что такие объекты, как школа и сад, существуют поблизости. Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. Простите, а в чем разница между милой девочкой с цветочком на билборде, ради которой стоит идти голосовать, и данной ситуацией? И тут и там привлекают внимание общественности. В обоих случаях, вроде как, борются за права детей. Разве не так? А я вам объясню, в чем отличие. За девчушкой с плаката и абстрактными детками из речи очередного обеспокоенного гражданина с гениальным законопроектом, по факту не стоит ничего, кроме красивых фраз. Ничего. Все эти лозунги и образы не принесут вашему ребенку место в детском садике. В вашей школе не прибавится нормальных учителей. У вашего сына не появится возможность посещать секцию. Это просто болтология и дешевая манипуляция. А вот за детьми из вирусного ролика стоит реальная проблема. Не абстрактные враги, не неизвестные темные силы. И соответственно, зачем об этом говорить? У нас такого нет. Особенно в год выборов. Что? Я ничего не говорил. Зачем молодой паре думать о том, что их ребенку придется 9 километров зимой в школу топать? Нет, пусть лучше думают о том, что детки это только радость. Зайки, лужайки. А то придется сначала на машину накопить, а то и переехать в другой город, где ребенок нормально сможет жить. Не, не, часики тикают. Новые налогоплательщики сами собой не появятся. Во многом именно это дикое несоответствие между лозунгами «Все для детишек и молодых семей» и реальной жизнью и приводит к появлению яж-родителей. На все эти красивые фразы о диточках клюют либо уж совсем экзальтированные товарищи, либо не очень умные. И вот ты со школьной скамьи слышишь, что главное родить. Не воспитать, родить. Семья превыше всего. Появляется ребенок, а всем как-то наплевать. Никто с ковровой дорожкой не бежит. Более того, если вы сами не позаботитесь о своей семье, никакие чиновники это делать не будут. И для многих это открытие. Ну как так? По телевизору же все доказывают. Все для деток. И вот они мы, молодые родители. А государство не просило вас рожать. Пресс-секретарь президента Татарстана выразила недовольство проведением флэш-моба, указав, что не должно на кону стоять здоровье детей. Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса. Согласен, это максимально странное решение вопроса. Детям нужно слово на поле своих тел собирать. Слава богу, в живых. Чтобы хоть кто-то обратил на их проблему внимание. Чем-то напоминает историю с буквами О, П, А, Ж. И словом счастье. Кому-то из этих детей приходится ежедневно топать 9 километров по снежку в одну сторону. Потому что машины дома нет. Как и школы. И вот с такой подготовкой можно не волноваться. Две минуты в снегу вряд ли скажутся на здоровье. Но то-то путь к знаниям, а это акция, перформанс, бузотерство. Безумно понравились комментарии некоторых сердобольных пользователей Инстаграма, которые заявили, что родители сами виноваты. А чё они там жить решили? Стоило ролику завируситься, как тут же со всех сторон посыпались объяснения и решения вопроса. Автобус будет, школу построят. Последнее правду уже давно обещают. Но теперь обещания вообще железобетонные. И вот возникает вопрос. А родители точно зря с детьми вышли? Практика показала, что школьникам нужно в поле полежать, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки. Манипуляция? Безусловно. Но что-то мне подсказывает, что люди на это пошли не от хорошей жизни. И если вам можно, если вы постоянно используете образы детей, то чем родители-то хуже? Власти Татарстана после акции намерены провести анализ муниципалитетов на наличие социальной инфраструктуры. А почему до писем на поле о наличии социальной инфраструктуры никто не задумывался? У нас нет школы. Школу всё ещё не построили. Мы уже 9 лет об этом говорим. Дети, занимайте позиции. Зачем детей-то втягивать? Сейчас всё рассмотрим. Даже специальный институт создадут. Анализ расчёта социальной инфраструктуры будет проводить институт пространственного развития. Его специально создадут по поручению господина Миниханова. Этот же институт проведёт ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где руководители принимали решение о строительстве жилых массивов без учёта необходимой инфраструктуры, что впоследствии привело к трудностям у местного населения. Что можно сказать? Традиционный русский выход в поле с детьми всё ещё остаётся отличным способом решения проблем. Ну что? Может всё-таки за вторым? Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моём новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.